Здравствуйте! В эфире Первый независимый ЗАП-ТВ в студии Валентина Дудина. Мы показываем новости Читы из Байкальского окрая. И сейчас коротко о том, что расскажу вам я и мои коллеги в этом выпуске. Общественная палата проводит 12-й жилищный форум. А вопросы о газификации смотрите в этом выпуске. Создание комфортных городских условий для забайкальцев – тема больная и, как показывает практика, трудновыполнимая. Именно об этом сегодня и поговорили на площадке очередного жилищного форума. Все подробности смотрите прямо сейчас в выпуске новостей. Планерка в городской администрации. Как будут праздновать День города в этом году и отчеты ведомства прошедшей недели – расскажем в этом выпуске. Жилищный форум общественной палаты – это большой круглый стол для обсуждения без галстуков. Тот формат, который определен, на самом деле, вы действительно правильно говорите, когда мы разобьемся по группам, по площадкам, снимем с себя, скажем так, все галстуки, мы будем на одном уровне, за одном столом, и мы сможем высказать проблемы, предложения, решения, услышать друг друга. Потому что один и тот же вопрос, казалось бы, самый простой. Но, с одной стороны, со стороны, скажем так, чиновника, он забюрократирован, там, различные требования законодательства, нормативных проектов и тому подобное. С другой стороны, гражданин он видит. Ну, это же можно сделать совсем по-другому. И действительно, нужно общаться. И о министра ЖКХ должен был общаться. Может, даже очень хотел, но не стал. А жаль, без галстуков накопилось много вопросов на площадке по газификации. Вообще, есть ли смысл сейчас продолжать себя на вот это заседание? У нас нет главного человека, он пришел в интересное слово, дал комментарий, ну, да, и все, и убил. Сейчас здесь лопать, я вас динься, я одну минуту слушаю и не перебиваю. В связи с тем, что у меня вопрос, сейчас газификация вообще есть, когда даже никто не обсуждает. Я могу ответить на вопрос. Во-вторых, да, сейчас у нас Невера находится в СИЗО, его приморский компонент тоже в СИЗО, через который они выбили 850 миллионов. Именно с газификацией справедлив. С газификацией будет? Сейчас, да, у нас город сказал, Аврора Газ прода на другие плейцы газификации, проект идет, по школе они сказали, что мы предвидимся, у нас будет, мы сразу же это переключили в корпорацию в развитие, да, но тем не менее 850 миллионов. Можно тогда отвечу? Давайте начнем с того, что здесь написано общественная палата. По закону общественной палаты мы осуществляем взаимодействие, пытаемся донести информацию от народа в органах власти. Мы не занимаемся вопросами следственных органов, нам вообще по закону мы не вмешиваемся в следственные мероприятия и все основные деятельности. Наша задача, которую вначале я сказал, Старостин Анатолий Владимирович сказал, это консолидация тех вопросов, даже если здесь органы. У нас вообще-то присутствуют здесь представители, как говорится, от общественных организаций, это читай энергии, депутаты даже присутствуют, средства массовой информации присутствуют. Мне кажется, это достаточно. Наша задача сейчас с вами сконсолидировать вопросы, которые потом письменно будут направлены, еще раз говорю, в соответствующие органы, в том числе читай энергии, Минстроя, МИД ЖКХ, вплоть до губернатора, и в ЗАГС собрание возможно, и которые ответы потом на эти вопросы будут опубликованы для людей. И, возможно, я вот очень сильно хочу, чтобы МИД ЖКХ все-таки обратил внимание на доступность информации, чтобы они все-таки сделали вкладки, сделали информационный ресурс, на котором вы эту информацию выкладывали, потому что это убрало бы большое точки вопросов, которые возникают. Ну, не следственных мероприятий, кто там украл, кто украл, кто сядет. По газификации нет тарифа, нет проекта, завод распределения газа так и не построен, а в сентябре надо будет опогреть первые 3000 домохозяйств. В сентябре, это через 3,5 месяца. Часть установленных котлов даже снимали, чтобы переустановить в дома первых счастливчиков из всех сентябрьских 3000. К котлам отдельный вопрос. Стоимость одного на 2022 год около 18 тысяч. По информации источников, закупали эти котлы по 38 тысяч. Вообще-то, если берешь оптом и большим, должна быть скидка. Но тут наоборот, завысили, считай, в два раза. Такая вот кривая математика. Неужели и тут откат? Более того, сам договор на газификацию какая-то мистификация на грани преступления. Данный договор вызывает юридических вопросов больше и перекрывает все вопросы по цене и всему остальному. Начиная с того, что в шапке договора мы просто заключаем договор на выполнение работ по газификации индивидуального жилого дома просто с компанией ООО, у которой нет ни доверенности, ни какого-то соглашения, где должна быть ссылка на то, что она же работает от лица конституционера, который заключил концепцию на... Иван. Вот, подождите, подождите. Вы кто? Вы кто, да. То есть это просто коммерческая организация, которая предлагает газифицировать. При этом, это коммерческая газификация компании по факту использует бюджетные федеральные средства, выделенные на газификацию. Поэтому в шапке договора здесь как раз должна быть ссылка, в рамках чего они работают. Дальше. И много вопросов тут вызывают вообще все пункты, начиная от оборудования, которые устанавливают. Но есть самый горячий пункт. Расходы, понесенные исполнителем, ну то есть вот этой компании, в целях оказания услуг по данному договору, состоящие из обязательных сборов платежей, подлежат возмещению заявителям по предоставлению исполнителям соответствующих подтверждающих документов. То есть в любое время, я еще раз делаю акцент, они ставят оборудование, на которое покупки не на свои деньги, а на федеральное купленное. Они имеют право в любой момент не изъять, а выставить счет. Здесь об изъятии договора, об изъятии оборудования не идет речь. Здесь идет вопрос о том, что в любой момент они могут выставить счет на возмещение затрат. При этом то оборудование и работы, которые они устанавливают, ссылка есть на исполнительную документацию, которой в открытых доступах нигде нет. Это большая афера, потому что при обыкновенной, простой ликвидации ООО, его бакродстве, еще чему-то, просто весь Забайкальский край погряз в долгах. При этом, я еще раз говорю, это федеральные деньги. Они тратят не свои деньги. Воспользуюсь немножко правом таким, обращусь к депутатам для обращения на это внимание в вашем лице, чтобы вы задали вопрос депутатскому корпусу, потому что на самом деле этот договор должен быть в общей доступности. Он должен быть единой формы, согласован и проверен соответствующими структурами, так как он публичный. Возникнет вопрос, часто люди обращаются, часто люди приезжают в компанию, мы видели, как это происходит, там очень большая очередь, там люди никогда, они просто подписывают, уходят даже не, не читают, не смотрят. В конечном итоге, на что мы обратили внимание сейчас, в том числе Юлия Леонидовна, она сказала одну простую вещь. Если непонятно компания зашла, если с компанией что-то случается, это собственность компании, не ее установили вам, передали, если что-то случается с компанией, они вправе не забрать оборудование, а выставить счет на это оборудование. А сейчас, если концессия развалилась, если не удалось произвести дальнейшую классификацию, люди, подписавшие этот договор, должны будут разместить убытки. Вы понимаете ситуацию этой компании? При этом эта сумма может быть любой, потому что никаких сумм в договоре нет. Итоги собрания из резолюции форума. Доступность всей информации по газификации. Для всех, а не только хвалебные опусы с ГАЗ-75. Работа по вопросам стабилизации электричества при подключении газового оборудования. Публичность этого мистического договора. Ну и найти ответ на вопрос, какие действия будут предприниматься при отказе потребителей переходить на газ. Вячеслав Барнинский, Евгений Погорелый, Иван Корнев. ЗАП-ТВ. Очередная городская планерка на Бутина 39. Итоги прошедшей недели, День города и отчеты чиновников. В сюжете Юлии Банщиковой. Понедельник, 20 мая. Очередная планерка в мэрии Читы под руководством сети менеджера началась с доклада дежурного по городу в выходные дни. Обстановку за период дежурства 18-19 мая можно характеризовать в целом как спокойную. Все службы работали в штатном режиме. Проводимые массовые мероприятия были обеспечены охраной общественного порядка. Нарушений не допущено. Как сообщает управление ГОЭЧС, за прошедшую неделю произошло 92 пожара. Из них 8 бытовых, 25 возгораний мусора, 57 сухой травы и 2 лесных пожара. Выявили 15 человек виновных, возгораний 92, а виновных выявили только 15 человек. И из них 7 несовершеннолетние. К счастью, погибших и пострадавших нет. Совместно с Главным управлением ГОЭЧС России у нас проводятся рейды по пожарной безопасности. Рейды проводим с участием беспилотных летательных аппаратов. Рейды дают о себе знать. То есть у нас площадь пожаров ландшафтных снизилась почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Забайкальский климат на прошлой неделе напомнил о своей резкой континентальности. И если уровень снега выше нормы для нашей администрации – аномалия, то штормовые ветра стали для сети-менеджера традицией. Потепление наступает, но ветровая нагрузка в целом в городе все равно остается такой достаточно серьезной. И ветер у нас – это такое теперь уже достаточно традиционное явление. Все те крыши, которые мы с вами наблюдали, отрывы и их, так скажем, качественная установка на место, она должна быть осуществлена. Стабильность – признак мастерства. Вот и Алирон стабильно продолжает не вывозить мусор вовремя или вообще. Впереди лето, а власть никак не может разобраться еще с весенним мусором. И у нас с первого числа начинается новый, так скажем, осуществление вывоза мусора. Это то, что является зелеными отходами, листьями, ветками и так далее с частных домовладений. Но здесь достаточно серьезная ситуация, на мой взгляд, возникает, и мы это тоже уже с вами обсуждали, что есть те частные секторы, которые вот именно такого свойства мусор выносят к МКД. И здесь у нас появляется очень большая проблема. Здесь, я думаю, нужно подумать Алирону и управляющим компаниям, каким образом мы будем вывозить этот мусор, потому что его сосредоточение, по большому счету, с частного сектора в многоквартирные дома, в контейнерные площадки, оно получается такой небольшой, так скажем, законная, небольшая незаконная коллизия, которая, по большому счету, не дает Алирону осуществить свои полномочия. И тем не менее, у нас вот этот весь накупленный мусор будет сосредотачиваться. На этой неделе мы постараемся организовать большое совещание с представителями управляющих компаний, всех абсолютно, которые осуществляют у нас деятельность на территории городского округа города Чита, и Алирон. Нам нужно будет с вами, такие, скажем, все претензии к друг другу высказать, для того, чтобы дальше в городе у нас работа шла более ритмично, и не только центр города убирался, но и все те районы, которые у нас есть в городском округе, и придомовые территории, потому что, к сожалению, сейчас такое достаточно большое недовольство жителей идет, и мы постепенно утопаем в жалобах о том, что все-таки нарекания на службу, как раз и на работу компании Алирон есть. Переходя к очень больной теме состояния городских дорог, председатель комитета ЖКХ Марина Попова отчиталась о работе по ремонту. По ее мнению, ямы на дорогах образуются не из-за некачественного покрытия, а из-за ресурсников. Ямочность, связанная с содержанием улично-дорожной сети, именно текущим, она значительно сократилась, так как мы ежегодно достаточно большую протяженность дорог ремонтируем в рамках БКД, но все те просадки, которые существуют, они существуют, и ямы из-за раскопок ресурсоснабжающих организаций. То есть в основном на данный момент у нас вся ямочность связана с открытыми родерами, а не с тем, как содержатся дороги в городе. В конце планерки не забыли поговорить и о проколах ТГК-14. Ремонтные работы ресурсника продолжают мешать читинцам передвигаться по городу как пешком, так и на транспорте, которое лето подряд. Вы, так скажем, даете повод для обсуждения и осуждения ваших действий нашими горожанами, жалобы идут массовые на то, что не восстанавливаете дорожное полотно в том виде, в котором оно было представлено вам для проведения работы. По мнению чиновников городской администрации, все эти темы с дорогами, мусором и пожарами просто меркнут перед главным. Грядущим дне города. Сегодня на планерке очень подробно рассказали о том, как будем праздновать, где и с кем. Все по-четински. Сначала праздник, а проблемы как-нибудь потом. Юлия Банщикова, Ирина Тимофеева, Иван Корнев, ЗАПТ-ТВ. Региональный оператор по обращению с ТКУ Алирон получил штраф на 250 тысяч рублей за несвоевременный вывоз мусора с территории железнодорожной станции Забайкальск. Об этом сообщается в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В Даурскую транспортную прокуратуру обратился местный житель. После этого ведомство проверило, соблюдает ли оператор законодательство об отходах производства и потребления. Прокуратура установила, что со стороны Алирона есть нарушения на организацию возбудили административное дело. По результатам его рассмотрения оператора признали виновным и оштрафовали. Компания Алирон Плюс начала работу, напомним, в качестве рекоператора по обращению с ТКУ в Забайкале 1 сентября 2018 года. Спустя почти 5 лет в середине августа 23-го стало известно, что Алирон готов остановить работу из-за долга регионального правительства 168 миллионов рублей и даже забрать 7 тысяч контейнеров с улиц Читы. В Краевом Минприроды между тем заверили, что решать проблемы Алирона будут обязательны и несмотря на блокировку счетов компании она не прекратит работу, но потом вообще опровергла информацию, что власти Забайкале что-то должны рекоператору. Но в октябре 23-го стало известно, что правительство Края решило предоставить Алирону коммерческие кредиты для финансового оздоровления компании. Зампред Краевого правительства Алексей Гончаров высказываяся о газификации Читы допустил, что возможно будут нарушения. Об этом он сказал в эфире ВГТРК. Также он прокомментировал ситуацию с задержанием концессионера Станислава Неверова. Суслов власти предприняли все необходимые меры, чтобы минимизировать влияние этой ситуации на социальные объекты, такие как детские сады и школы. Были заключены новые концессионные соглашения с другими концессионерами, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование этих объектов. Гончаров также сообщил, что строительство газораспределительных сетей идет по графику и что власти не ожидают никаких нарушений в этом процессе. Однако могут возникнуть некоторые нарушения в строительстве системы приема, хранения и регодификации жиженного природного газа или внутридомового газового оборудования, но власти уже якобы прорабатывают варианты, чтобы минимизировать эти нарушения и выполнить обещание подать газ в дома к сентябрю. Алтайский краевой суд ужесточил приговор бывшему прокурору Новосибирской области Забайкальского края Владимиру Фалилееву, увеличив срок лишения свободы до 9,5 лет. Изначально Фалилеев был обвинен в получении взятки в размере почти 11 миллионов рублей. Однако суд первой инстанции признал недоказанной часть взятки в размере 8 миллионов и приговор был вынесен на основании оставшейся суммы. Обе стороны обжаловали это решение, но апелляционный суд удовлетворил только часть доводов защиты. В результате новый приговор был вынесен и взятка в полном размере была признана доказанной. Срок наказания был увеличен на полгода. Решение суда вступило в силу 17 мая. Напомним, в 2005 году Фалилеев возглавила прокуратуру Читинской области, затем прокуратуру Забайкальского края. В 2015 году он был назначен прокурором Новосибирской области со сроком полномочий на 5 лет. В 2018 году он покинул свой пост. В 2016 году стало известно, что в Чите сотрудники ГАИ при регистрации транспортного средства вывели угнанную на Филиппинах Honda CR-V, которая находилась в розыске по линии Интерпола. В 2008 году на этом автомобиле ездил Фалилеев. В апреле стоимость аренды однокомнатных квартир в России демонстрировала значительный рост столицы Забайкальского края вошла в топ-5 городов с наиболее высоким приростом цен. Об этом сообщили аналитики РИА «Недвижимость». Согласно данным, в Чите стоимость аренды однокомнатной квартиры за месяц увеличилась на 13%, в Грозном на 12%, в Сочи на 10%, в Ульяновске на 9%, в Саранске на 8%. Эксперты связывают рост стоимости аренды с тем, что для большинства граждан покупка квартир является недоступной, а также с тем, что с наступлением летом многие люди, имеющие возможность работать удаленно, переезжают в другие города. Кроме того, на цены влияет уменьшение количества квартир, которые собственники предлагают для аренды. Напомним, в Чите рост цен на аренду квартир был отмечен в конце прошлого года. Уже 12-й по счету жилищный форум проходит в столице Забайкалье. На этот раз общественники и представители власти обсудили четыре основных вопроса – экология, комфортная городская среда, строительство и участие забайкальцев в создании благоприятных условий проживания. Об одной из этих тем расскажет Виктор Соловьев далее в сюжете. Стремимся к созданию комфортной жизненной среды для забайкальцев. Именно так звучит слоган регионального жилищного форума, организованной Краевой общественной палатой. Только вот на этот раз чиновники администрации Читы решили отстраниться, не присутствовать, а может быть и намеренно игнорировать это к слову очень значимое мероприятие. Хотя вопросы по сути только к ним и были. Например, почему в Чите комфортная городская среда не является комфортной? Запты очень много и часто гуляли по новым паркам и скверам и назвать то убожество, которое открывалось глазам скверами и парками язык не поворачивается. Вообще тема комфортной городской среды она является достаточно актуальной на данный момент, потому что это в первую очередь тема, которая касается граждан. При этом граждан каждого, гражданина каждый выходит в свой двор, каждый хочет отдыхать в каком-то парке, каждый хочет отдыхать в каком-то сфере, в каком-то сквере. Поэтому нам поступает достаточно большое количество запросов по проверкам. Это и запросы граждан и организаций. Говорить о проблемах комфортной городской среды вызвались эксперты Народного фронта. Помимо них на форуме решили поприсутствовать и краевые депутаты. Александр Сапожников, например, пожелал остаться на площадке ЖКХ именно потому, что очень хорошо знает о проблемах города. Бывший ситименеджер Читы, а теперь целый зам председателя ЗАГСобрания, не скрывает, что проблем в этом направлении масса. В жилищно-коммунальном хозяйстве очень много проблем. Начинает благоустройство территорий, ремонт квартир, ремонт домов, ремонт сетей, очень много дорог. Она связана с жизнедеятельностью граждан, ну и вообще жизнеобеспечением гражданина, любого предприятия. Это очень много проблем. Мы с вами, помните, выезды делали и на кладбище были, где мы только не были и смотрели, что сегодня убрали, да, через несколько недель, месяц появляется опять же, это свалка. Мы говорили сумма, затрат суммы на вот эту уборку, да, сколько можно сделать детских площадок. Если и дальше продолжать говорить о проблемах благоустройства в городе и крае, то именно представители Народного фронта, как никто, знают обо всех промахах в создании комфортной городской среды. Недавние поездки ЗАП-ТВ вместе с экспертами помогли подготовить доклад на тему убогого строительства и содержания общественных пространств. Яркими примерами выступают такие локации, как парк угольщиков, в сквер Солнечный и другие. Что мы видим? Мы видим некачественную предпроектную подготовку. То есть в ней проводятся инженерно-геологические заскания, не изучается, в каких условиях будет эта территория находиться. Предложение Народного фронта по-малу. Обязательное соблюдение этапности работ в соответствии с нормативной документацией и организация строительного контроля. Слушая доклад по проверкам Народного фронта, нашлись и несогласные с доводами экспертов. Народная избранница Юлия Жирякова, обещавшая защищать интересы забайкальцев, почему-то встала на защиту подрядчиков, которые и выполняли работы на вышеперечисленных объектах. По ее мнению, Народный фронт занимается не тем, чем должен, а ругать строителей за плохую работу, мол, каждый может, большого ума не надо. Мы все кричим на подрядчиков, мы всех их ругаем, мы говорим про качество, а изначально вы не просто ответили на один вопрос. Вы хоть раз изначально смотрели проект, вы смотрели какие-то там материалы. Понимаете, ругать людей, которые уже делают на основании документации и пытаются сделать, это очень легко. Не наводить тень на плетень депутата попросился председатель Народного фронта и участник форума Андрей Томских. Он на примере рассказал, что эксперты не только смотрят на результат работы, но и сравнивают его с проектами, по которым и должна создаваться комфортная городская среда. Эксперты, как и многие, делают один вывод, что в итоге от комфорта остается только одно название. Нужно строго заказчику платить по проекту. Если проект не выполнен, то его не надо принимать. Вы же не принимаете школу, детский сад вне проекта. Приходит строительный контроль, и все проверяем. Не дай бог вы примите, почему мы решили, что общественное пространство должно выполняться по-другому. И Народный фронт не будет за вас строить. Мы не будем вникать в ту систему, когда она строит. Почему вы решили, мы решили с вами в обществе, что мы вкладываем, по сути, сотни миллионов рублей каждый год, можем это все бросить просто, да, и потом нам господин Сапоженко говорит, а надо беречь. Согласен, что надо беречь. Но надо и обслуживать, это и сохранять. Подводя итоги 12-го жилищного форума в Забайкале, возвращаемся к слогану «Стремимся к созданию комфортной жизненной среды для забайкальцев». Очередные разговоры где-то и с эмоциональным окрасом это, конечно, прекрасно. Но чиновники должны работать так, чтобы после подобных встреч оставалось не только приторное послевкусие от обещаний, но и уже хоть какой-то результат. Виктор Соловьев, Ирина Тимофеева, Павел Шухляев, ЗАП-ТВ Канал ЗАП-ТВ ищет свою дружную команду тележурналистов. Нам нужны талантливые и смелые люди любого пола и возраста. Если вы чувствуете в себе силу и энергию, если хотите что-то поменять в этом городе и крае, если готовы идти с нами и бороться с беззаконием, мы ждем вас. Канал ЗАП-ТВ ищет тележурналиста. Журналистское образование приветствуется, но ты можешь быть из любой сферы деятельности. Нам важно, чтобы вы разделяли информационную повестку канала ЗАП-ТВ, были мотивированы на помощь людям и постоянное общение с чиновниками, знали или хотели изучать права людей, ориентировались в информационном поле города и края, были грамотны, ответственны, стрессоустойчивы, умели работать на результат. Что нужно делать? Писать крутые тексты для канала ЗАП-ТВ, встречаться с людьми, работать в команде, брать интервью, ездить на встречи, проверять факты, заводить связи и знакомства. Какие умения нужны в работе? Добывать информацию, взаимодействовать с экспертами, думать, рассуждать, делать выводы, писать тексты, брать интервью, знать законы и права, не бояться никого и ничего. Мы ждем талантливых и смелых. Если есть сомнения в себе, все равно приходите и посмотрите. А вдруг это ваше призвание? Звони 415107, пиши ЗАП-ТВ, собака ЗАП-РУ или в любую социальную сеть канала ЗАП-ТВ. Благотворительный фонд «Спасательный круг» продолжает сбор средств на покупку лекарств для полуторагодовалой девочки с редким диагнозом. Семье Муравских необходима помощь в приобретении жизненно важных лекарственных препаратов, медицинских изделий, систем и расходных материалов. У Насти сочетание тяжелых патологий. Девочка перенесла сложные операции на кишечники. Сейчас по жизненным показаниям ей необходимо внутривенное питание, смеси и лекарственные препараты. Подробности в сюжете. К нам обратилась Анна Муравская, мама полуторагодовалой Анастасии. Настя родилась 12 ноября 2021 года на 32-й неделе весом около полутора килограмм. Она не заплакала. Сразу же была подключена к аппарату ИВЛ. Через сутки санавиации госпитализировали в соседний город, а еще через сутки была проведена операция. У Насти была обнаружена отрезия пищевода, но операция прошла успешно, но кроме этого во время родов произошло кровоизлияние в головной мозг. Начала прогрессировать гидроцефалия. Было проведено множество пункций на позвоночнике, в голове стояли дренажи, выводили жидкость из головного мозга. А через полтора месяца состояние Насти ухудшилось. Сдулся живот, перестала усваиваться пища, поднялась высокая температура. Оказалось, что на фоне недоношенности произошел некроз кишечника. Во время операции удалили практически весь тонкий и часть толстого кишечника. Естественным путем пища не усваивалась, и Насти было назначено парентеральное питание через вену. Был установлен катетер, через который она получала все нужное питание. В тяжелом состоянии Анастасия провела в реанимации три месяца. Свидания были запрещены, поэтому мама могла видеть ее только по фото и видеоотчету. В марте 22-го года Анна наконец-то смогла увидеть свою дочь. Вместе они провели в больнице еще два месяца, а потом в сопровождении реаниматолога улетели в Москву. В июне Насте был установлен шунт для того, чтобы гидроцефалия не прогрессировала. В июле была проведена операция по установке венозного катетера, через который и по сей день Анастасия получает множество жизненно необходимых лекарств. Впервые Настя приехала домой спустя 11 месяцев после рождения. Сейчас Насте полтора года. Ее вес 6600 при росте 70 сантиметров. Она самостоятельно сидит, ползает, говорит мама и папа, любит смотреть мультфильмы, любознательная, тянется ко всему новому и очень стеснительная. Кровоизлияние в мозг не осталось бесследным, Настя плохо стоит на ножках, нет опоры на правую стопу, не может брать правой рукой. Основной диагноз синдром короткой кишки. Нет жевательного рефлекса, может употреблять эту пищу. В семье работает только муж. Анна пока в декретном отпуске, но учитывая тяжелое состояние ребенка, вскоре ей придется уволиться с работы и находиться дома с Настей. Они редко выходят из дома, у Насти нет ни одной прививки. Семье Муравских необходима помощь в приобретении жизненно важных лекарственных препаратов, медицинских изделий, систем и расходных материалов на 6 месяцев. Это тот период, в течение которого будет организовано гособеспечение. Примерная сумма 800 тысяч рублей. Благотворительный фонд «Спасательный круг» объявляет сбор средств на лекарства для Насти. Помочь ребенку вы можете на сайте фонда. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой, под нашими выпусками новостей на Ютубе. Делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях, на своих страницах, делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. Далее прогноз погоды, ну а я с вами прощаюсь. ЗАП-ТВ Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ЗАП-ТВ. Спонсор выпуска Чита Моторс официальный дилер Черри в Забайкальском крае. Вторник, 21 мая. Температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов, днем плюс 19. Облачно, ветер умеренный до 13 метров в секунду. Черри-центр Чита предлагает современные стильные кроссоверы Черри выгодные условия по обмену вашего автомобиля на новый Черри. У меня на этом все. Оставайтесь с нами на первом независимом ЗАП-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok